Какие документы нужны для вступления в наследство? Самой трудоемкой стадией оформления наследства становится подготовка требуемых документов. Процесс обращается при наличии завещания. Иначе процедура проходит по нормам Гражданского кодекса России. Единого перечня бумаг не существует. Он будет корректироваться исходя из типа наследуемого имущества. Поэтому важно изучить вопрос о том, какие документы нужны для вступления в наследство. Ключевые документы. Все правила принятия гражданами нашей страны наследства рассмотрены в разделе 5 Гражданского кодекса. В нем четко прописаны правила передачи имущества. Документы для вступления в наследство могут меняться в зависимости от типа объекта. Сбор документов занимает много времени и сил. Однако выделяют ряд бумаг, которые понадобятся в любом случае. Свидетельство, подтверждающее смерть наследодателя. Его выдают в ЗАГСе. Основанием для предоставления бумаги является справка о гибели человека. Заявление о принятии наследуемого имущества. Документы о родстве. Если наследство оставляет мама или отец, достаточно свидетельства о рождении. После гибели мужа или жены, предоставляют свидетельство о регистрации брака. Наследодатель, бабушка или дед, нужны два свидетельства о рождении, заявители его отца или матери. Если наследство оставляет брат или сестра, то требуется свидетельство о рождении, подтверждающие, что люди имели общих родителей. Паспорт человека, планирующего вступить в наследство. Справка о последнем месте жительства умершего человека. Она подтвердит правильность выбора нотариуса, к которому разрешено обращаться за помощью. Завещание, если оно имеется. Выдавший его нотариус должен поставить на документе отметку о том, что он не изменялся и не аннулировался. Если один из наследников отказывается от доли, то к пакету документов на наследство прикладывается его официальный отказ. Бумагу обязательно должна заверить нотариальная контора. Квитанция, подтверждающая о плиту госпошлины. На 2018 год ее объем составляет 0,3% от цены объекта для наследников в первой очереди и 0,6% для родственников второго порядка. Важно, наследник может предоставлять собранный пакет документов самостоятельно или через своего представителя. Во втором случае потребуется правильно оформленная и заверенная у нотариуса доверенность. Когда интересы недееспособного гражданина представляет опекун, прикладывается копия решения суда по этому вопросу. Когда некоторые документы для оформления наследства потеряны, придется их восстанавливать. Дубликаты свидетельств о смерти, рождении или заключении брата можно получить в ЗАГСе. И если речь идет о старых метриках, которые выдавались во время войны, то можно подать просьбу о розыске бумаги в городской архив. В ситуации отсутствия нужной бумаги во всех инстанциях придется обратиться в суд. При этом наследник вынужден будет доказать факт родства с усопшим. Нужные метрики могут храниться в городском архиве. Обратите внимание, для получения наследства законодательно установлен 6-месячный срок со дня смерти родственника. Если наследник первой очереди отказывается от имущества, то для родственника второй очереди срок вступления в наследство определяется. От даты нотариального заверения официального отказа. При пропуске установленного законом периода по уважительной причине, придется обращаться в суд с просьбой восстановить упущенный период. Документы, требуемые для различных видов имущества. Подробную информацию, как подать заявление на вступление в наследство, предоставит нотариус. Список документов определяется разновидностью наследуемого имущества. Недвижимость. Если объектом наследования является квартира, дача или дом, то в дополнение к основным документам потребуются следующие. Справка о лицах, зарегистрированных в наследуемой недвижимости. Правоустанавливающие документы. К ним относят бумаги, подтверждающие право усопшего на недвижимость, договоры купли-продажи, дарения, приватизации или свидетельства о праве на наследство. Подтверждение права собственности на недвижимый объект. Сегодня в его роли выступает выписка из Йогран. Выдавать ее обязан Росрееста. Можно обратиться в этот государственный орган напрямую или через специалиста МФЦ. Технический паспорт объекта недвижимости. За его получением необходимо обратиться в БТИ. Справка об отсутствии задолженности по налогу на наследуемый объект. Важно, исчерпывающим такой перечень назвать невозможно. Исходя из конкретных обстоятельств, в него могут добавляться и другие справки. При оформлении недвижимости потребуется выписка из Йогран. Земельный участок. Перед тем, как оформлять наследование земельного участка, запаситесь следующими документами. Выписка из Йогран, полученная из Росреестра. Правоустанавливающие документы на участок. Это могут быть дарственные, договор купли-продажи и так далее. Они удостоверят, что земля находится в собственности усопшего на законных основаниях. Межевой план. Оформить и подписать его может кадастровый инженер. Справка, подтверждающая отсутствие налоговой задолженности. Когда земельный участок перешел в собственность наследодателя после приватизации колхозных или совхозных угодий, то удостоверить право. На него легко с помощью соответствующей справки. Получить ее следует в органах местного самоуправления. Оформить земельный участок можно на основании межевого плана. Транспортное средство. Если от матерью, братом или прочим родственникам в наследство было отписано транспортное средство, то необходимый набор бумаг включает подтверждение права собственности на имущество. В его роли выступает свидетельство о регистрации транспортного средства. Акт оценки автомобиля, содержащий его цену. Паспорт транспортного средства. Важно, когда вступать в наследство должен пенсионер, может понадобиться его удостоверение. Дополнительные документы потребуются и от лид, находящихся на инвалидности или иждивении другого человека. Банковские вклады. Получение прав на банковские вклады умершего требует сбора минимального пакета документов. Достаточно в дополнение к основным бумагам приложить договор открытия банковского вклада. Кроме того, необходимо предоставить полные реквизиты финансовой организации, в которой хранятся деньги наследодателя. Когда средства размещены на сберегательной книжке, то нужно приложить ее. Куда передать документы? Важным аспектом вопроса, как подать на наследство, становится место подачи подготовленного пакета справок и свидетельств. Если между наследниками нет никаких споров, то обращаться нужно к нотариусу. Собранные документы передаются нотариусу. Возможно два варианта. При наличии завещания обращаются в контору, в которой оно оформлялось. Закон обязывает нотариуса сохранять завещание и открывать доступ к нему после гибели человека. Если завещание не формировалось, то подавать заявление и должный набор документов можно в нотариальную кантору, работающую в районе, проживании человека или месте расположения имущества. После обращения заявителя нотариус открывает наследственное дело. Специалист расскажет, какие документы нужны для полноценного оформления наследства у нотариуса и даст все необходимые рекомендации. Передать собранный пакет следует за месяц до окончания законодательно предусмотренного периода. У наследника при этом останется достаточно времени собрать дополнительные справки при необходимости. Итог обращения – выдача бумаги, которая называется «Свидетельство о праве на наследство по закону». Обратите внимание, при наличии конфликтных ситуаций оформление наследства проходит в судебной инстанции. В такой ситуации передать собранный пакет документов вместе с исковым заявлением следует в районный суд по месту нахождения наследуемого имущества. Образец свидетельства о праве наследования. Судебное разбирательство потребует определенных навыков, поэтому лучше воспользоваться услугами адвоката. Он подготовит все необходимое для дела производства и подберет доводы, которые помогут суду принять правильные решения. Положительное решение по наследственному делу станет правоустанавливающим документом, с помощью которого в дальнейшем можно будет Оформить имущество в собственность. Законодательно также предусмотрено фактическое принятие наследства. Это происходит в случае, когда человек ухаживает за имуществом усопшего, несет расходы, сопряженные с этим, выплачивает долги. Факт внесения платы за услуги по погребению наследодателя дополнительно свидетельствует в пользу наследника. Оформить наследство удастся после обращения с соответствующим заявлением к нотариусу и представления документов, подтверждающих фактическое принятие имущества. Сбор документов для получения наследства сложен, он требует много времени и знаний. Перед началом процедуры рекомендуется проконсультироваться с нотариусом и запастись терпением.